всем привет сейчас продолжаем работу с карпиком который мы делаем поливинилоцетатной темперой я развела опять-таки белила и кухру сделал такой пока что жиденькую красочку потому что мы будем здесь использовать дальше такие приемы в основном как штрихование хотя видите поливинилоцетатной темперы также можно работать вот и как с растяжками как мы это делаем применяя яичную эмульсию вот видите сейчас тоже какой-то вот элемент есть растяжек мы будем работать и так и так где можно сделать например я здесь взяла немножко краску более жидкую и потом как бы если сполосну кисть и немножко кисть просушил так рукой то уже вот эти мазки мы вот так будем размазывать и они как бы будут сходить на нет то есть у нас будет получаться за счет этого растяжка и исплавление цветов вот какой-то этом на фотографии какие-то вот такие вот детали которые я не понимаю что что это мы рисуем то есть там это и не чешуйки но вместе с тем есть какая-то на форме какие-то такие фактурные образования я их просто копирую потому что чтобы придать нашей рыбки более такой натуральный вид здесь у нас идет я сначала сделаю как бы затемнение но мы потом с этим еще поработаем здесь в общем идет такая растяжка свет светлого ну брюшка у рыбки у нас такое почти белое серебристое что ли насколько я помню потому что на фотография все-таки имеет свои искажения особенно учитывая то что у меня просто вот такое изображение это уже с периодами с спринта как всегда я здесь применяю просто вот такой способ как в рисунке штрихование это вообще лично для меня очень приемлемая и любимая техника рисовать штрих очками вот даже в акварели то есть я могу делать какие-то там заливки все но вот если мне нужно проработать какие-то маленькие детали то я всегда использую приемы которыми я владею в рисунке на самом деле это тоже очень интересно вот сам процесс это доставляет очень много удовольствия подписывайтесь на мой канал я здесь буду выставлять ряд таких коротких видео я сейчас готовлю тексты и записываю видео которые могут вас просто вдохновить подать какие-то идеи по темперной живописи потому что я для себя тоже сейчас открываю какие-то новые вещи что-то я постараюсь снимать для вас по мере того как я буду конечно успевать потому что мне очень хочется всем поделиться но как бы ресурс времени ограничен но мы будем с вами надеюсь чаще встречаться особенно если я буду видеть вашу поддержку и меня это будет мотивировать потому что конечно бывают такие периоды когда вижу что нету не просмотров не подписчиков и это начинает как-то немножко угнетать и думаю что это никому не нужно и но я не могу сказать что перестаю это делать потому что я человек всяком случае я стараюсь быть целеустремленной потому что я понимаю что если я оставляю что-то во-первых у меня уже есть ответственность перед людьми которые нами подписались и я очень всем благодарна кто подписался и вместе с тем все мы человеке и иногда мы подвержены каким-то таким негативным моментом которым мы позволяем действовать у нас именно мы позволяем потому что мы решаем как реагировать как каким мыслям гнездиться в нашей голове но тем не менее даже знаю все можно где-то допускать какие-то ошибки это мои уже такие философские мысли просто слух ну вот такой маленький процесс и я бы сейчас продолжила еще как бы у меня немножко времени есть но поскольку здесь не все просохло я не хочу рисковать потому что я не смогу наверное полноценно провести следующий процесс поэтому у меня будет просто вот такой ряд этих всех видео которые напоминают тем кто смотрит меня впервые у меня все это разложено по плейлистам где есть техники техника исполнения например карпа в поливнилоацетатной темпере и натуральной темпере то есть все по плейлистам там есть святитель никола вот смотрите ищите что он подходит и смотрите знакомьтесь с техникой спасибо всем за внимание всего хорошего и до новых встреч до новых встреч до новых встреч с slide